МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Информационное агентство Высота-102". Коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Таксисту с крупной партией героина не удалось незаметно проскочить через Волгоградскую область. Появление гаража посреди благоустроенной на средства жителей парковки вызвало вопросы. В преддверии выборов волгоградские единороссы зарядились энергетикой политического тяжеловеса. Сегодня Волгоград с рабочим визитом посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Первым делом спикер Нижней палаты российского парламента в сопровождении коллег и руководства региона посетил Мамаев курган, где впервые за полвека идет реставрация главного монумента «Родина-мать зовет». Затем Вячеслав Володин на площадке интерактивного музея встретился с представителями общественных организаций Волгограда и местным активом партии «Единая Россия». Здесь председатель Госдумы зарядил однопартийцев на взаимопонимание. Иногда проблемы начинаются с нас, потому что мы друг друга слышать не умеем. Вот встреча проходит, мы начинаем накачку давать. Власть должна слышать, она должна людей слушать. Хорошо. А мы сами-то друг друга слушаем, мы сами-то друг друга слышим. Вот друг друга. Вот если мы друг друга слышим, уже, значит, многое изменилось. Потому что, слыша друг друга, мы будем искать решение. А если это мы кому-то говорим, абстрактной власти, нам надо себе это говорить. И меняясь сами, мы будем менять все остальное. Большая часть встречи Вячеслава Володина с местными активистами от «Единой России» проходила за закрытыми дверями. Журналистов попросили удалиться буквально через 15 минут после начала разговора. Но то, что удалось услышать и увидеть представителям прессы, излучало сплошной позитив. Мой коллега Толстой, он человек не случайный здесь. Его многое связывает с Волгоградской области. И он его любит, и она его любит. Вот. Поэтому он своим плечом мощным нас поддержит. Евгений Сергеевич Мостричев, вы хорошо знаете, представляет Волгоградскую область, избравшись от Волгоградской области, от Саратовской, от Пензенской, от Тамбовской по типистику «Единой России». Но больше всего, да, асфальт остается в Волгоградской области. Поэтому можно здесь быть совершенно спокойным. И он патриот. Всего в рабочей встрече с Вячеславом Володиным приняли участие около 100 активистов, представляющих областной центр и муниципальное образование Волгоградской области. И очевидно, что за закрытыми дверями единороссы в том числе предметно обсудили подготовку к выборам, которые состоятся в регионе 8 сентября. Жители нескольких домов по улице Никитина в Кировском районе взбунтовались против гаража, который установили на месте обустроенной горожанами парковки. В районной администрации объяснили людям, что гараж поставили по просьбе инвалида первой группы. По мнению жителей, в том числе и тех, у кого нет машины, места в округе предостаточно для того, чтобы гараж не втискивали на тесную парковку. К тому же на месте сооружения проходят коммуникации. Никому этот участок нужен не был. Поэтому мы решили за счет своих средств облагородить его. То есть отсыпали его щебенкой, отсевом. И использовали как парковку для личного автотранспорта. То есть как бы решали вопрос своей жизни самостоятельно. Буквально 10 дней назад на это место администрация установила гараж. Якобы для нужд инвалидов. То есть мы как бы не против помощи инвалидам. Но просто возникает вопрос, почему на облагороженную кем-то территорию, за чужой счет, почему вообще принято такое решение. Между тем, перед чемпионатом мира на пустыре рядом с домом номер 127 по улице Никитина демонтировали все металлические гаражи, за которые люди платили налоги. Теперь получается, что гаражам все же есть место. Таксисты с крупной партией героина задержали на въезде в Волгоград. 23-летний наркокурьер с незаконным грузом пытался проскочить через регион. В ходе досмотра автомашины в тайнике под пассажирским сидением было обнаружено два пакета весом свыше одного килограмма. Экспертиза показала, что изъятым является синтетический наркотик, содержащий героин. По данным оперативников, подозреваемый, водитель службы такси, выполнял функции курьера по перевозке крупных партий наркотика из московского региона. По данному факту, следователями возбуждено уголовное дело. Таксисту-наркокурьеру грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Субтитры создавал DimaTorzok